приветствую всех здравствуйте дорогие друзья сегодня тот долгожданный мастер-класс который я вам обещала в инстаграм буду показывать его сегодня на трех палантинах друзья мои мы начнем с такой вот теплой пашмины с бахромой по краю хотя легче конечно выбрать пашмину без бахромы вы узнаете почему вот таким вот образом набрасываем на голову вот так кладем краем и вот смотрите второй край пашминки набрасываем также на голову но так чтоб у нас вот здесь осталось достаточно материи берусь за этот вот свободный край сложность в чем палантинах с бахрома то что бахрому нужно вот так вот закладывать чтобы она нам не мешала потому что этот край у нас пойдет на лицо поэтому вам вначале будет проще с палантинами без бахромы и вот внимание вот так вот мы кладем на лоб и внимание девочки очень неудобно завязывать узлы из палантинов подобной текстуры они такие плотненькие и легче будет если вы будете их сзади а вот что у нас получается сзади если вы будете их скреплять с помощью какой-то булавки или как я предлагаю вот такой вот заколочки на игле снимая одну бусинку если вдруг вам надоел этот хомут спереди да например он мешает вам что-то писать что-то делать внизу вы можете всегда его забросить назад в магазине люблю чему появились новые палантины с люрексом и вот такие вот в качестве джерси сегодня я с одним из них вам буду показывать второй способ повязания подобного головного убора краем накладываем на голову палантин и фиксируем на затылке скрепляем главной убор я буду использовать вот такой зажим он безопасен и довольно хорошо держится расправляем его во всю ширину я набрасываю на голову полотно и очень похожим способом как мы с вами уже делали я берусь за край вот так вот накидываю на голову на лоб и завязываю сзади на затылке заметьте чтобы палантин завязался сзади на затылке и его ширина должна быть от 70 сантиметров если у вас ширина метр это слишком много и узел может получиться слишком объемно завязали теперь поправляем что все было ровненько вот этот край выводим чуть-чуть вперед а этот край вы видели мы убрали немножко назад чтобы выровнять ну хомут в этом случае получается немножечко иным как видите но тоже смотрится классно и давайте посмотрим в конце как головной убор выглядит если сделать его из короткой пашминки вот так друзья мои два примера два подхода желаю вам чтобы у вас все получалось все вопросы пишите пожалуйста в комментариях ставьте лайки давайте мне обратную связь и не забывайте что заявки по новым головным убором я получаю в инстаграм так что подписывайтесь тут и там я вас благодарю за просмотр и до новых встреч друзья пока